О том, что в магазине охоты, рыбалка, спорт, туризм произошла кража, в дежурную часть Пагарского отделения полиции сообщили продавщицы, которые пришли на работу. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место преступления. При осмотре места происшествия было установлено, что из магазина похищены большое количество пистолетов и пневматических винтовок, а также рыболовных снастей и охотничьего инвентаря. Далее в ходе осмотра места происшествия установлено, что злоумышленники проникли в магазин путем уставления оконной рамы из дачного помещения. Далее через помещение взломали дверь и проникли непосредственно в торговый зал. На месте взлома оперативники обнаружили роликовый конек, который преступники использовали для того, чтобы отогнуть металлическую дверь. На нем же они оставили свои отпечатки пальцев. При осмотре места происшествия были обнаружены следы пальцев рук, которые были здесь у нас обработаны в отделе. Своевременно, благодаря современным средствам связи, были переданы на ВКЦ, где были восстановлены двое лиц, причастных к совершению кражи. Информация о подозреваемом, который проживал в Пагаре, экстренно была направлена в уголовный розыск. Оперативники нагрянули в дом, принадлежащий родственнику подозреваемого. Попадание оказалось стопроцентным. Все трое участников преступления находились здесь. Мы отсюда изымали, из этого дома изымали оружие. Пистолеты пневматические, винтовки пневматические. Это все было без упаковок, распаковано. Преступники никак не ожидали, что через полсуток после удачного, как им казалось, налета на их руках защелкнутся наручники. Все трое подозреваемых – молодые люди в возрасте от 25 до 28 лет. Двое – жители Пагара и один из Брянска. Все ранее судимые за кражи, угоны, телесные повреждения. Правда, судимы условно. Однако из-за совершения этого дерзкого преступления суд в очередной раз не взял их под стражу, а оставил три уворов под подпиской о невыезде. Остается догадываться, как эти, мягко говоря, незаконно послушные граждане будут вести себя, оставшись на свободе. Александр Новиков, Сергей Сорокин. События Пагар.